ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Премьер с губернатора Минской области шутливо экзаменует учеников новой Нарочанской школы. Озерный край пополняется не только туристами, но и юными жителями. Старую школу решили не ремонтировать, а меньше чем за год построили новую. Просторная класса, лингофонный кабинет, футбольное поле с газонным покрытием, хоккейная коробка, спортзал, 52 видеокамеры следят за безопасностью, а электронная пропускная система за теми, кто и во сколько входит и выходит. В Витебске школы и гимназии многие родители с детьми сегодня спешили без цветов. Деньги, которые семьи планировали потратить на букеты, пошли на благое дело. И первым занятием для школьников стал урок добра. Девочка заболела, у нее рак кости. И мы с мамой помогаем этой девочке. Мы уже банк давали, я в школу принесла деньги. И я думаю, что надо помогать всем, кто болеет. Тяжело. Четырехлетняя Женя Батуревич сейчас в Боровлянах. Она уже прошла несколько курсов химиотерапии. Оперировать коварной раковой клетке нельзя, поэтому требуется дорогостоящее лечение. Родители собрать всю сумму не могут, поэтому обратились к небезразличным людям. Мама Жени говорит, когда узнали о том, что витебские школьники решили поддержать малышку, уверенности в победе над болезнью только прибавилось. Была очень удивлена и приятно удивлена, скажу, что дети и их родители так откликнулись, собрали, организовали все так очень дружно. Настроение боевое, потому что надо бороться, надо достигать этой цели, поставить ребеночка нашего на ноги, чтобы все было хорошо, чтобы у нас не было. Я хочу, чтобы она пошла, как и все детки, в школу. В общую копилку кто-то опускал 5 рублей, кто-то 20. Впрочем, не смогли родители полностью нарушить и давнюю традицию. Без цветов учителя все же не остались. Отдача у нас, собственно, не цветы, а детские глаза, детские сердца, детское настроение. А эта копеечка, там, какой-то небольшой вклад, пойдет именно Женечке. Общий день рождения. Первые шаги на троих. Одна группа в детском саду. И, наконец, первый раз первый класс. Тоже втроем. Тройняшки Камила, Богдана и Назар несут цветы своей первой учительницы в Гомельскую гимназию номер 58. Родители шутят, было бы неплохо и за парту посадить всю троицу. Ведь в этой семье давно привыкли делать все в Кубе. Нужно купить три и одинаково, чтобы они не дрались. Но как-то мы с этим справились. Да, было сложно. Ну, Назару вот не одинаковое, а нам с Даной одинаковое. Потому что он мальчик. Учиться дети будут в одном классе. Говорят, что так им будет легче справляться с учебой и поддерживать друг друга. А Назар и вовсе заявил, что у него задача куда важнее – не давать сестренок в обиду. Всего в Гомельской области за парты сели 50 тысяч школьников. И это почти на 2000 больше, чем в прошлом году. В школах региона дополнительно открыто 60 классов. Растет учебный поток и на Минщине. Например, Пани по левоисторическому масштабе получил статус города совсем недавно. Последний год 20 века. За время белорусской независимости население выросло вдвое, превысив в этом году 15 тысяч человек. Но если раньше жители Фанеполя в основном ездили на работу в Минск, то после открытия здесь успешных предприятий у многих необходимость в этом отпала. Да и детей возить в минские школы теперь не надо. Развитие города можно судить по одному из старейших учебных учреждений района. Средняя школа номер один города Фанеполя открылась еще в середине 20 века. Это было небольшое трехэтажное здание. За последние годы, благодаря значительным пристройкам, изменился не только архитектурный облик, но и количество мест. Если в прошлом году здесь училось чуть более 900 школьников, то в этом уже 1052. Что неудивительно, ведь жилые дома уже вплотную подступили к школьному двору. Главная задача, которую ставят власти, равные условия и возможности для всех школьников. Будто деревня, небольшой городок или мегаполис. И фанепольские ученики это подтверждают своими победами на республиканских олимпиадах и весомыми спортивными наградами. В том числе международными. От президентской администрации школа получила в подарок большой телевизор и передовой компьютер. Впрочем, даже самое современное техническое оснащение может оказаться бесполезным без профессиональных педагогов. Естественно, надо поднимать статус учителя. И глава государства поставил задачу всем, чтобы действительно эта профессия имела достаточно высокую заработную плату, хорошую мотивацию, возможность владеть современными технологиями как у нас в стране, так и за рубежом. То есть иметь возможность загранкомандировок. Мы живем в постиндустриальном обществе. В индустриальном обществе на первом месте был капитал, то есть деньги, средства производства. А потом на третьем месте интеллектуальный потенциал. Все поменялось. На первом месте интеллект, знания. В Академии МВД статус преподавателей сегодня поднимали вместе со званиями. Учить молодежь теперь будут новый полковник и пять подполковников. Этот год для Академии особенно подводит черту под эпохой советского образования. В связи со вступлением Беларуси в Болонский процесс Академия переходит на четырехлетнюю систему. Поэтому весной будет выпуск не только для пятого, но и для четвертого курса. Среди перспектив повышения статуса вуза, где помимо милиционеров учатся будущие офицеры госконтроля, следователи, судебные эксперты и пограничники. Как будет называться потенциальный университет, пока не решили. Погоны пока лишь курсантские вручали сегодня и в Суворовском училище. 70 кадетов изменили привычный образ жизни. Сегодня у них первое построение, теперь все по уставу. Поступить в такое учебное заведение уже достижение. В нынешнем году рекордный проходной балл. До семи человек на место. Конечно, с одной стороны, это высокая радость, особенно для тех ребят, которые поступили. Ну и, конечно, это высокая ответственность перед ним и определенный даже стресс есть. Мы видим, что сегодня на вооружение Республики Беларусь поступают самые современные образцы вооружения. Естественно, мы должны к этому готовить наших ребят. Историческое событие сегодня у специализированного лицея МВД, который указом президента был преобразован из бывшего кадетского училища. В феврале этого года лицей получил аккредитацию, а теперь и собственное знамя. Особая церемония посвящения студенты прошла в БНТУ, крупнейшем вузе страны, где учатся почти 30 тысяч студентов. Сегодня здесь вспоминали преподавателей, которые погибли, защищая страну в годы Великой Отечественной. Цветы к памятнику возложили первокурсники. Еще одна традиция — приглашать выпускников, которые занимают высокие государственные посты. Конечно, мне не безинтересно знать, что сегодня происходит изнутри, почувствовать, тот ли этот политех, который я заканчивал, или это политех, который сегодня поднялся на качественную новую ступеньку в образовательном процессе. Нынешние первокурсники БГУ, а их 5,5 тысяч, в этом году будут праздновать 95-летие университета. Нам приятно, что к своему такому небольшому пусси-белею БГУ подходит с многими новыми, хорошими достижениями. То есть это, вы знаете, в мировых рейтингах БГУ постоянно поднимаются, и мы вошли в 500 лучших университетов мира. В погоне за высшим образованием можно проскочить свою судьбоносную профессию. Такой посыл сегодня сделал председатель Совета Республики в Минском профессиональном лицее транспортного строительства. За последние годы дипломы вузов подверглись своего рода девальвации. Нередко люди с высшим образованием без работы пытаются трудоустроиться на рабочие специальности. Однако работодатели зачастую делают выбор в пользу выпускников колледжей и лицеев. При всем уважении, как говорится, к университетскому образованию, мы должны серьезное внимание уделять именно подготовке специалистов со средним специальным образованием. Эти люди должны уметь читать чертежи, эти люди должны разбираться в современных технологиях. Это не просто подсобные рабочие, это действительно высоко квалифицированные кадры. В Гродненской области сегодня основное внимание детскому реабилитационно-оздоровительному центру «Лесная поляна» в Сморгонском районе. Круглый год здесь поправляют здоровье дети-чернобыльцы, сейчас в центре отдыхают около 400 ребят. В День знаний здесь торжественно открыли жилой корпус на 80 мест. В нем, по последнему слову техники, реализован принцип безбарьерной среды. Первый этаж полностью оборудован для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Пандусы, низкие пороги, просторная столовая. В комнатах удобные душевые с поручнями и низкая мебель для удобства детей. Одновременно здесь могут поправить здоровье 16 инвалидов-колясочников и их родители. Реализовывается в полной мере здесь принцип безбарьерной среды. Чего, в общем-то, в новой республике вот такого типа, насколько я заявил, нет. Это очередной серьезный вклад государства в реализацию принципа заботы о подрастающем поколении. В честь начала учебного года здесь также, как и по всей Гродненской области, запустили в небо голубей, как символ мира и добра. Дмитрий Семченко, Александр Каморич, Виктория Байбурин, Олег Шапель, Мария Тройнич, Александр Шустер, Максим Вещерков, Надежда Завиновская, ОНТ.